Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, я основатель Академии Счастья. И сегодня снова я говорю о том, как улучшать качество жизни. То есть я записываю ежедневные видео для того, чтобы донести какие-то свои идеи или идеи, которые приходят через меня. И вот сегодня я еще раз прочувствовал и понял, что очень важным является для меня и, вероятно, для других людей идея такого объединения сообщества, общины, коммуны. То есть, ну, по сути, это место, где объединяются те люди, у которых есть сходные цели, сходные идеи, желания и возможности для их реализации. Потому что вот в таком вот месте, в таком сообществе это будет намного более эффективнее и степень реализации будет более такой классной, что ли, то есть будет эффективность намного выше. И самое главное, конечно же, это общее такое похожее, схожее мировоззрение. То есть то, что объединяет людей на таком высшем уровне, да. То есть потому что могут быть вещи, которые объединяют людей, клубы по интересам, да. Но это не совсем то. Это просто могут быть вещи, где люди вместе общаются или занимаются спортом или еще какой-то деятельностью, ну, которая просто им нравится, является либо развлечением, либо спортом, либо общением, либо чем-то еще. Я сейчас говорю о таком объединении, которое направлено скорее на духовное объединение людей. Духовное объединение людей в каком плане? То есть людей, которые хотят вместе что-то делать. Но что делать? Да, вот такая бы община, наверное, бы основывалась на принципах, опять же, свободы, понимания, гармонии. То есть она бы основывалась на том, что люди помогают друг другу, поощряют друг друга, принимают друг друга. То есть это вот, по сути, та вселенская любовь, о которой мы говорили. И такие общины уже создаются во многих уголках и местах Земли. Почему я решил сделать это и, ну, вот, донести эту идею? Потому что идея такого вот объединения, она давно зрела, она давно созревала. Но опять же таки, можно делать очень много. И важно, чтобы вот в этой общине, да, люди занимались также постоянной духовной практикой. То есть практикой, которая помогает человеку улучшить свое духовное, психическое, физическое состояние. Что я имею в виду, когда говорю о духовности? Духовность, это, по сути, связано с вами самими. То есть то, как вы осознаете этот мир. То, каковы ваши базовые принципы. И вот эти принципы могут быть, конечно же, навязаны обществом, родителями в детстве. Или могут быть идти из каких-то прошлых игр, в которые вы играли. Чтобы разобраться во всем этом, я вот использую практику, которая называется «Одитинг» или «Процессинг». Она помогает очистить сознание, очистить разум от всего негативного заряда. И вот тех вот принципов, которые были навязаны когда-то раньше, в детстве, в прошлых играх, родителями, обществом, государством и так далее. И когда осознание человека свободно, когда он свободен, тогда он может начинать новые игры, основанные уже на совершенно других правилах. И, по сути, эти правила будут приводить к тому, что каждый имеет право на свою собственную разумность. И в любой момент каждый может покинуть игру, если он больше не желает в нее играть. При этом, конечно же, он может забрать то, что он вложил в эту игру, если другое не оговорено правилами игры. Опять же таки, правила должны быть очень известны. Вот когда мы начинаем играть в игру «Жизнь», то правил зачастую мы не знаем. И поэтому проигрываем и попадаем во всякие неправильные, неловкие ситуации. А когда сознание чистое, то тогда намного легче понять правила игры. И вот я предлагаю такую игру, которую я бы назвал «Игру новой цивилизации» или «Игру сотворчества», «Игру счастья». То есть это та игра, которая действительно помогает людям улучшать состояние. То есть каким образом? Каждый помогает друг другу и каждый принимает себя и другого. И таким образом происходит взаимоподдержка, взаимопомощь, взаимодоверие. То есть доверие самому себе и другим. И я приглашаю каждого, кого это касается, кто смотрит это видео в «Игру новой цивилизации». Спрашиваю у вас, хотите ли вы присоединиться к игре «Новая цивилизация». Почувствовали ли вы отклик? Тогда присоединяйтесь. Ставьте отметку «Нравится» под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях. Пишите мне. Я буду рад общению. И всего вам доброго. Увидимся скоро. Субтитры подогнал «Симон»!